Живописный вид, благоустроенная территория и новый корпус в процессе строительства. Все это Кисловодская больница на улице Кутузова. Основные строительно-монтажные работы уже завершены. Сейчас занимаются отделкой помещений, после чего установят медицинское оборудование. Корпус возводят по госпрограмме развития здравоохранения. На работы выделили более двух миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов. И здесь у нас получается англоза. Согласовали расположение 6 пациентов. Получается предоперационная сама ангиография. Модернизация продолжается и на Старом озере в Кисловодске. Там укладывают плитку и обустраивают зоны отдыха. Завершить обновление планируют в этом году. Работы проводят по госпрограмме развития Северокавказского федерального округа. Курируют направление по поручению губернатора Владимира Владимирова специалисты Краевого министерства ЖКХ. Следующая точка рабочей поездки – многофункциональный культурный центр. Там создадут выставочный комплекс, библиотеку, зал хореографии, кинотеатр, лофт-центр с конференц-залом и переговорными, медкабинет, парковку. Завершить работу планируют в 2025 году. А вот хореографическая школа в Кисловодске уже скоро распахнет свои двери для новых воспитанников. Стоимость проекта составила свыше 370 миллионов рублей. Образовательное учреждение построили благодаря госпрограмме развития СКФО. Я вам могу точно сказать, что таких школ, продуманных, оснащенных, хорошо качественно построенных, новых, в стране не так уж и много. Совсем мало. И город этого заслуживает. Почему? Потому что здесь дети занимаются с большим желанием. Есть успехи. Я уверен, что вот из этой школы выйдут на большую сцену. Кисловодск активно развивается. Однако в планах сделать упор и на преображение других территорий Кавминвод. Мы не можем всех людей, которые хотят жить на Кавказских минеральных водах, хотят отдыхать на Кавказских минеральных водах, мы не можем запереть в один город Кисловодский, Синтуки, Железноводск, Пятигорск, конечно же, необходимо Орела наших туристов и проживание расширять. Да, и Георгиевский, Придворденский муниципальный округ, Минераловодский городский округ. Для этого как нельзя хорошо подходят. И мы как раз вот этот вопрос будем обсуждать для того, чтобы всю нагрузку, которую мы сюда несем через туриста или через проживающего, все-таки распределять ее в целом по Кавказским минеральным водам. Прогулялись по городу-курорту Екатерина Сегеда, Юрий Корниенко, Ставропольское телевидение.